вот она эмоции конечно зашкаливает просто страшно и видим 4 километра это калибровочные показания это последняя фактически я во которая официально поставлялась советский союз вот собственно боковой прицеп абсолютно новый тоже был куплен мотоцикл 18 января 91 года уже на новая барабаны тормозные новые этого мне реставрации это стопроцентный оригинал и тронуси как она сошла с конвейера очень крутая находка всем привет открываем новый сезон капсулу времени 2020 и сейчас отправляемся в полтавскую область нас мод очень интересная находка это будет абсолютно новый мотоцикл ява но к сожалению уже без коробки в общем сами все увидите поехали очень долго я пытался разыскать абсолютно новую яву конечно хотелось найти мотоцикл заводской упаковки в деревянном ящике но к сожалению такие пока что мне не попадались но вот мой товарищ евгений вы его хорошо знаете реставратор ему по месту удалось найти абсолютно новую яву с пробегом только четыре километра на спидометре то есть это еще калибровочные показания спидометра завода то есть стояла даже ни разу не запускалась не заводилась не ездила то есть абсолютно новый мотоцикл но уже без заводской упаковки и это не реставрация как вы привыкли видео евгения а абсолютно новая техника нетронутая вот она простояла в гараже 30 лет фактически мотоцикл 90-го года и сейчас более подробно покажу эту технику мотоцикл с коляской велорекс тоже абсолютно новой и сейчас детально вам все расскажу и покажу а на момент покупки сделано видео когда мотоцикл забирался с гаража все это вытаскивалась и есть такой небольшой отчет где простоял это капсула времени с 90 года тоже так для истории можно сказать шоу действительности она простояла в этом гараже все эти годы капсула времени жена аккуратненько новая волга аккуратно проходит проходит темка снимай скудометр этот раз это хорошо вот она ливенда с 90-х а вот в принципе хозяйка это сохраняла все время по любому для меня тоже я поставлю сервант фух эмоции конечно зашкаливает просто страшно бардачки есть сиденье есть просто хранение в квартире хозяйка хорошо относилась берегла покупалась а кстати в девяностых в восемьдесят девятых восемьдесят девятом году покупалась специально для для девушки в то время для девушки то принципе и сейчас девушки не сказав все время простояла вот в гараже и не эксплуатировалась и ждала просто своего времени 4 километра стенд стендовая обкатка принципе кстати одно зеркало второго зеркала нема так как стал вариант колясочный и боковое правое зеркало не устанавливалась есть отдельное крепление еще коляски ну мотоцикл был куплен просто целях вложение вложений в то время в принципе то и все а а деньги пропадали в то время да и в принципе распад светка союза и надо было что-то взять взять ну вот взять новую яву вот и новая ява так а колесо немножко неправильно получается нет ни колесо то есть надо болты перевернуть другой стороны да то есть при сборке когда с ящика была собрана то есть надо было их чуть-чуть ну наверное это брат делала и на скорую руку чтобы оттуда там не возиться зная о том что он будет заново разбираться то есть все родное все наклеечки информационные вот реле поворотов аккумуляторы винты болты ребята тут просто да бензин вот хозяйка хозяйка вообще молодец даже там немного бензина есть в баке не видно конечно ну бензин да то есть следы конечно тоже попадала вода немножко муто чуть-чуть принципе да 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 и вот это вот только заходит мой папа тогда додумался мешке с семечками положить на его потом когда глянули что мыши от там все порой из не мешки все сняли ритты додумался короче всем спасибо вот перед вами это капсула времени yava 350 1990 года выпуска абсолютно новая покажу вам сразу что у нее на одометре видим 4 километра это калибровочные показания с завода мотоциклы не сходили все нули а всегда были какие-то показания 3 4 или 5 километров зависимости от производителя данном случае видим здесь 4 километра дальше переходим к табличке алюминиевой на раме виде модель точно название 638 105 и дальше номер кузова номера рамы и с этой стороны давайте покажем вес мотоцикла 152 килограмма и дальше уже номера агрегатов данная модель в народе называлась люксовка это последняя фактически yava которая официально поставлялась советский союз 638 105 люкс характерные особенности именно люкса это немножко задранные глушители вверх видим они не прямые а так есть небольшой угол вверх и угол наклона амортизаторов задних тоже отличается от более ранней что 38 300 ну и по мелочам различные есть мелкие уже отличия пульты отличались от более ранних видим другие пульты немножко отличалась панель приборов указания над контрольными лампами то есть по мелочевке были ряд отличий от более ранней модификации этой пеналки так называемый вот такой вот мотоцикл он абсолютно новый но присутствует небольшие скажем так следы вызванные длительным хранением техники то есть в гараже что-то царапало что то падали кита предметы на мотоцикле тут видим вот обручилась немножко краска на этом мыле заднем также небольшие дефекты есть на топливном баке тут тут объем кстати бака 17 литров для данной модификации мотор тут давайте покажу вам двухцилиндровый рядный рабочий объем 343 кубика мощность по паспорту 27 лошадиных сил и с этим мотором данный аппарат развивает максимальную скорость по паспорту 125 километров в час очень крутая находка зеркало велоре кстати зеркало только с одной стороны потому что это модификация для бокового прицепа вот собственно это боковой прицеп абсолютно новый тоже велорекс называется 562 был еще более крутой велорекс 700 но это вот упрощенная версия абсолютно новый видим совершенно новое колесо именно колясочная с резиной барум еще от пупыришки присутствуют и комплект все шоу с этим мотоциклом от тяги для крепления коляски они еще в бумаге заводской дальше набор инструмента тоже не очень хорошего качества но ключики все новые никто ими ни разу еще не крутил не вертел все это совершенно новое это вот демпферы на руль крепеж все болтики коврик тоже оригинальный на пол и собственно инструкция для самого мотоцикла давайте более подробно покажу книжечку это руководство по обслуживанию мотоцикла и готовых запасных частей видим экспортер мото ков прага 90-ый год то есть мотоцикл 90-го года выпуска и вот все что внутри инструкция по эксплуатации и кстати интересный артефакт это справка счет то есть мотоцикл не ставил на учете но вот такая справка счет с магазина и видим покупатель здесь женщина ганит галина витальевна был куплен мотоцикл 18 января 91 года магазин спорт товары по моему объединение спорт что-то не могу разобрать на печати и смотрите цену стоимость 1 тысяча сто рублей то есть мотоцик изначально покупался как без коляски а потом вот эту вот коляску боковой прицеп vorex 562 отдельно докупали потому что версия как я вам показал именно для бокового прицепа даже видим вот это вот дуга за которой пассажир держится она только с одной стороны а с другой ее нету и отсутствует боковая подножка тоже это особенность версии с коляской вот такой вот аппарат 27 лошадок на те годы последний писк мотоциклетной моды на постсоветском пространстве хотя уже конечно по мировым меркам явы сильно отставали вот японской итальянской немецкой мототехники но тем не менее союзе это было самое крутое чудо на двух колесах скажем так корпус коляски выполнен из стеклопластика колесо я вам показал уже а вот так выглядит подвеска коляски видим тут абсолютно все новое пружина новая барабаны тормозные новые нету никакой грязи брызговик тоже просто в пыли ну и как бы следы опять-таки хранения присутствуют но они незначительные в принципе видно что это все абсолютно не тронутая и никто них на нем не ездил скажем так вот так вот выглядит такая капсула времени еще раз покажу вам нюансы я вы самой все конечно выглядит безупречно этого мне реставрации это стопроцентный оригинал не тронутый как она сошла с конвейера в чехословакии еще трубы идеальный хром никаких дефектов коррозии нет какие-то окислы минимальные присутствуют по мелочам но коррозии никакой нет люксовка отличалась от более ранней что 38 это вместо хромированных шильдиков я уже были наклейки то есть тут вместо цифры 350 тоже наклеечка в принципе можно сказать что чехи пошли по пути упрощения удешевления и внешней облицовки и скажем так технической начинки хотя по сути фактически двигатель здесь такой же как и на более старой тормозная система такая же подвеска плюс минус идентичная по моему перья немножко отличаются но в целом все тоже самое и можно сказать это эволюционное развитие модели что 38 3 0 которая появилась напомню в 1987 году а вот люксовки пошли середины 89 и до самого распада советского союза еще по моему по инерции некоторое время после распада эти мотоциклы поставлялись на постсоветское пространство вот такой агрегат очень крутая находка давно я пытался найти капсулу времени ява но опять таки я говорю хотелось найти ее именно в заводском деревянном ящике но пока что только слухи какие-то ходят такие-то мифических явах в ящиках но живьем ничего такого не видел хотя если помните меня на канале было было видео о абсолютно новой коляске велорек 700 очень крутой очень редкой заводском ящике но самого мотоцикла пока что найти не удалось если кто знает пишите в комментариях с удовольствием приеду хотя бы поснимаю я ву ящики то есть моя мечта скажем так вот такая техника сейчас подойдет евгений и расскажет посредственно историю как он нашел этот мотоцикл и историю кто был первым владельцем и почему эта женщина не эксплуатировала данную яву здравствуйте ребята дело случая просто вот банальное совпадение обстоятельств так как мы занимаемся увлекаемся мотоциклами много знакомых по разным городам и знакомый в одного дня набирает говоришь что вот подошла женщина говорит что есть абсолютно без эксплуатации ява без пробега в гараже и долгое время стояла без эксплуатации ну мы сразу же к этой хозяйки сразу же по горячему гости в гараж нам показать бы только эту яву за покупку речи не стояла может так сразу сказать основном желание посмотреть ну так как мы даже больше настойчивы после просмотра мы ну вот предложили откупить я воноска в принципе да история в явы вообще получилось а потом интересно что покупалась я в девяностых годах в магазине как всегда где всегда покупалась новая техника мототехника покупалась ну как бы сказать в двух экземплярах в первом экземпляре это та которая была продана она училась в ленинграде и сошлась с кубинцем на то время он тоже учился в ленинграде он был кубинцем и первая его куплена была забрана в кубу и там успешно продано то есть она была продана за хорошие деньги и это была куплена в целях коммерции целях коммерции продажа в последующем тоже также в кубе ну жизнь так сложилась что она рассталась разошлась этим мужем и я вот долгое время стояла до десятого года в коробке с десятого года она была вытянута разобрана с коробки и она стояла как отец в десятом году взял себе волгу мешала занимала место и пришлось разобрать ящик но стояла она накрыта в принципе сидушка и бардачки в квартире она нормально относилась и в квартире все это лежало просто ну вот так вот получилось а принципе такая интересная история как бы сказать на нынешнее время ежи минске все это попадается но чтобы отыскать новую яву и хотя бы даже в таком сохране со своими изъянами тоже неплохо в принципе это хорошо вот так вот